Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Четыре года назад я расставалась с парнем, но расставание это было не из-за того, что мы приняли это решение, а из-за того, что я решила переехать в другой город. Я была в шоке на тот момент, и он тоже, потому что сообщил ему, что уезжаю чуть ли не за два дня до уезда. Он мне тогда сказал, выбирай либо я, либо переезд. Конечно, я выбрала переезд, и я его не любила, но эмоции в отношениях у нас были яркие. Вот после четыре года мне моментами стало накрывать, что хочу ему написать. Не понимаю, что со мной. Сама стою в отношениях, и он тоже. Прям наваждение какое-то. Дикая ностальгия. Причем, я не хочу его вернуть. Мы живем далеко. Я помню все наши ссоры, что мы не будем вместе понимать. Все понимаю, как собака. Сделать ничего не могу. Прямо тянется такой силой, как будто меня кто-то толкает. Чего хочу от него. Просто общение. Просто пообщаться, поболтать. Ничего больше не хочу. Сама себя мучаю. Написать или нет. Вот прям голову ломаю. Одна сторона моей души говорит, что это такой прилив. Надо написать. Эти эмоции выплеснут. Ничего страшного не будет. Другая сторона говорит, но это момент. Он пройдет. Он мне не нужен. Слишком много чистых. Он мне грубо ответит. У него другая. Зачем все это надо? Если бы я раньше выбирал из этих двух вариантов, я бы выбрал второй. Пересилить эмоции и прощать. Сейчас склоняюсь больше к первому. Да и черт не напишу эмоции. Если ничего страшного не произойдет. Больше склоняюсь на удовлетворение своих желаний, а не на их украшение и подавление, как раньше. На то, что если выговорить, надо выговорить, а не держать в себе. Что скажете? Психологи не могут решить за меня. Мне бы очень хотелось услышать что-то такое, что подтолкнет меня к решению. Мне 27, ему 32. Спасибо. И есть еще дополнение. Уважаемые психологи, я вам пишу, чтобы распутаться, а не чтобы еще больше сопутаться. Зачем вы мне сотни вопросов задаете? Я хочу, чтобы вы на вопросы ответили, а не подавали мне их. Ну, вот начиная с конца, да, хочется сказать, что вообще-то работа психолога, одно из направлений работы психолога заключается в том, чтобы задавать вопросы. И отвечая на вопрос, клиент очень часто приходит к ответам, которые, собственно говоря, ему и нужны. Поэтому, если вы хотите на самом деле услышать то, что именно подтолкнет вас к решению, а не чтобы это решение приняли за вас. Да, не разрешение. Как вот сейчас, на мой взгляд, вы больше хотите какого-то разрешения, да, написать парню. Вот. То на самом деле нужно эти вопросы обратиться внутрь себя и постараться на них ответить. А то получается, что у вас есть проблема, вы хотите ее решить, но хотите решить ее так, как считаете правильным вы. Ну, если бы то, как вы считали правильным решить проблему, было бы на самом деле правильным, то вы бы свою проблему решили бы. А поскольку вы ее не можете решить, соответственно, и говорить о том, что ваш выбор корректный, не совсем верно. Вот. Поэтому это выглядит немножко странно, что вы хотите помощи, но указываете психологам, как именно вам помогать. Да. Дальше. Если вот говорить по, ну, по ситуации, да, вот если по ситуации говорить в целом, как бы, как бы я, ну, ее, эту ситуацию описал бы. Я бы описал эту ситуацию так, что, на мой взгляд, по крайней мере, вы скучаете по тем самым ярким эмоциям, которые у вас были с мужчиной, не смотря на ссоры, не смотря на конфликты, вот, вы скучаете по тем самым ярким эмоциям. И это нормально. То есть вы скучаете по состоянию, которое у вас было, когда вы, собственно говоря, находились в отношениях с человеком. Вот. Это очень частая история, очень распространенная история. Вот. Ничего удивительного и сверхординарного, а также трагичного в этом нет. Ну, критического. В этом ничего критического нет. Но здесь важно учитывать, что если вы скучаете по состоянию, скажем так, да, то есть если вы вот, ну, если вы тяготеете к определенному, к определенному состоянию, то значит, что в вашей парадигме, в вашей парадигме это состояние может быть достигнуто только с этим человеком. То есть не вы сами состояние это обеспечиваете, а именно с человеком. И, соответственно, получается, что, ну, некоторые свои эмоции, некоторые свои чувства, те самые потребности, которые вот вы подавляли, вот, вы связываете только вот с, ну, с человеком, как бы, с конкретным человеком. Ну, в данном случае вот с конкретным мужчиной, который вот вам, что называется, запечатлелся. То есть это вот механизм импринта, запечатлений. В данном случае, на мой взгляд, работает. Вот. Следующий важный аспект это то, что у вас это желание, желание написать человеку, произошло не сразу после того, как вы достались. Сейчас, спустя, некоторое время. Значит, в вашей жизни что-то произошло, что как бы развернуло вас к нему. И, наконец, последнее это то, что, ну, поскольку расставание было достаточно резким, достаточно жестким, вот, что, естественно, осталась какая-то недосказанность. И эта недосказанность сейчас может мотивировать вас на то, что вы хотите ему написать и просто поговорить. Другой вопрос, что, скорее всего, вы не просто поговорить хотите. Но, смотрите, еще какой момент. Написать вы ему хотите, но ваше желание ему написать, как будто вы связаны с тем, что вы унизитесь. Вот вы пишите ему там слишком много чести, и он ответит на него там грубо и так далее. То есть это про что? Это про то, что если я ему напишу, я как-то вот поставлю себя ниже. Я уменьшу себя, понимаете? То есть там как бы ниже его. Вот. И вот это очень интересный момент. Дело в том, что один из признаков, по которым можно определить, что человек, ну, например, да, человек находится в зависимости, да, в зависимости от того, что человек, ну, условно говоря, это как раз таки то, что его желание, желание человека, ну, вот, его же обесценивают, его же принижают. Как бы. И это очень серьезный показатель. Поэтому здесь нужно, как бы, разбираться. А вам себе нужно задать такой вопрос, а как бы, как могут меня, мои желания унижать, да? Как могут меня, мои, ну, мои импульсы, мои чувства, да, принижать. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот. И возможно, возможно, этот вопрос позволит вам отделить себя от него в какой-то степени. То есть понятно, что вот то, чего вы хотите, то, чего вы хотите, это только вы, это только ваше желание. Как бы вам не ответил человек, да, ваше желание остается вашими желаниями. Вы не станете меньше, вы не станете хуже, вы не станете менее ценны, если ему напишете. Но, здесь важный момент. Мне кажется, мне кажется, что если бы речь шла только о том, чтобы с ним пообщаться, вот, если бы речь только об этом шла бы, мне не кажется, что вы так сильно переживали бы об этом. Поэтому я думаю, я думаю так, что речь здесь не совсем про общение. Я думаю, что речь идет не только про то, что вы хотите, ну, вот, как бы, с ним пообщаться. Ну, то есть я думаю, что вы хотите, ну, чего-то еще, как бы, вот, понимаете, да? И, соответственно, соответственно, на мой взгляд, будет хорошо, если вы себе в этом признаетесь, что не только пообщаться вы хотите, что что-то еще вам нужно, вот, ну, например, прояснить вот эту ситуацию в целом, то есть прояснить ситуацию с расставанием, да? Например, высказать, допустим, человеку недовольство относительно того, что он поставил вас перед таким выбором, что вам, ну, как бы, вот, ну, вам было неприятно, например. Или вам кажется, что, там, условно говоря, никто не должен сам оказываться перед таким выбором, да? То есть, например, я, допустим, считаю, что подобный выбор, ну, это, как бы, манипуляция и в общем и целом. Это довольно, ну, незрелая такая позиция, вот. Я могу ее понять, я могу понять эту позицию, могу понять, почему человек, вот, ну, как бы, ведет себя так, я могу понять это. Но я думаю, что эта позиция, мягко говоря, не взрослая, не зрелая. Она ставит человека в очень тяжелое положение, в положение выбора. И так или иначе является манипулятивной. То есть, нарушающей личные границы человека. И, возможно, вы чувствуете, что ваши личные границы нарушились. Возможно, вы чувствуете, что в какой-то степени было совершено насилие по отношению к вам. Такое вот психологическое насилие. И хотите, естественно, на это как-то ответить. Ну, понимаете? То есть, как бы, это точно очень важный момент. Я не помню, говорил я об этом или нет, но хочу просто добавить, что весьма важную роль играет то, как бы, с кем вы находитесь в отношениях. Не в том смысле, вот, как бы, с кем, то есть, что это за человек. А скорее, скорее, в том смысле, в том смысле, скорее, скорее, кто для вас этот человек, что он для вас значит. Тот, с кем вы находитесь в отношениях. Вот. Понимаете? То есть, ценен ли он для вас этот человек, с кем вы находитесь в отношениях. Вот. Важен ли он для вас, с кем вы находитесь в отношениях. Вот. Потому что, опять же, то, что происходит сейчас, не было бы, если бы ваш партнер, с которым вы сейчас в отношениях, был бы для вас важен. Вот. И если бы вы полноценно вышли из отношений с этим человеком, не важно, какие это отношения, не важно, что это за отношения, да, то есть, не важно, там, было ли у них, ну, будущее, да, там, перспективы, не было, не важно. Это не важно. Важен другое, как раз таки, что этого бы ничего не было, если бы, вот, этот человек был бы для вас важен. Если бы вы эмоционально закончили бы отношения с бывшими и перешли бы, как бы, уже к новым отношениям. Вот. Понимаете, да? И еще хочется обратить внимание на ваше, ну, в целом на ваше мышление. Оно, как мне кажется, не структурировано. То есть, вашей позиции в нем не чувствуется, подчиненности вашего поведения, например, приоритетом, ценностям, да, вашим ценностям, вашим убеждением не ощущается, к сожалению. Что тоже, в общем-то, создает для вас проблемы. Потому что метает вас с стороны в сторону. Связано это с тем, что, что эмоции у вас яркие, а вот эмоциональный интеллект достаточно низкий. Что такое эмоциональный интеллект? Это понимание того, что я чувствую. Вот. Это, как бы, ну, осознавание по факту того, что со мной происходит. Этого, ээ, возможно, вам не хватает. И, соответственно, это то, эээ, как вот мне кажется, эээ, все мог бы вам, эээ, помочь, эээ, психолог. Вот. По большому счету. Вот. Это то, эээ, все мы могли бы для вас, да, оказаться, эээ, полезными. А если вы, эээ, позволите, эээ, себе помочь, как бы, ну, потому что вы можете, эээ, позволить, вы можете вообще, ээээ, ну, в этом смысле, ориентироваться, там, на, ну, на другой, стоп. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Поэтому я бы, ээээ, вот, ээээ, в этом смысле, ээээ, больше бы, обратил внимание на, ээээ, данный момент, как раз. Вот. Вот. И двигаться бы, ээээ, вот как раз, ээээ, направленно. Вот в этих направлениях, ну, в этих направлениях. Вот. Понятно, что позиция это только моя и ни в коем случае я вам эту позицию не хотел бы навязывать, особенно если вам она не близка к позиции, но по крайней мере подумать в этом направлении имеет смысл. На этом все в принципе, это то, что я хотел вам сказать это то, что я хотел вам ответить, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи!